Продолжение следует... В христианских учениях говорили примерно так, выбирай сторону Божию, уйди со стороны дьявола. Слышали такие вещи? Вы знаете, это немножко неверное воззрение на улам, потому что в таком случае создается впечатление, что у Бога есть соперник. Мы должны, как верующие люди, как Ам-Исраэль, понять одну простую штуку. У Бога нет соперников. Никого нет во вселенной, во втворении, равным Ему в силе, мощи и прочим. И Он над всем превознесен. Знаете, есть такая молитва Кадиш. И там во время молитвы Кадиш провозглашается, который есть превыше всего. Непонятные и возвышенные. Выше наших восхвалений и пониманий. Мы должны это очень четко понимать. В мире происходят вещи, которые как бы зло или зло, но это не значит, что Господь Бог в каком-то месте потерял свой контроль. Он допускает вещи, которые не вписываются в наше понимание, чтобы испытать нас периодически. И мы такие вещи видели неоднократно и в жизнях более святых людей, чем мы с вами. Допустим, все помнят Иова. Помните Иова? Написано, и попустил Господь сатане сделать то-то. Мы даже видим это в жизни Иешуа. Помните? И когда он прошел Твилат Май, то Руаха Кадыш взяла его в пустыню для испытания. То есть какие-то вещи Бог попускает проходить в нашей жизни. Несколько недель назад Женя об этом очень четко учил и показывал, чтобы народ не ослабевал и понимал. Мы должны понимать, что всегда есть Он Творец, под которым мы ходим. Это первая и важная вещь. Вторая вещь. Я уже как-то учил, когда начал разбирать пророчества Захарии, что когда Господь Бог сотворил этот мир, то Он его сделал самостоятельно, автономно функционирующим. Очень подобно телу человека. В теле человека есть несколько одновременно двигающихся систем или работающих систем. Кровеносная система, лимфатическая система, нервная система. Есть еще многие другие, про которые я как не медик много не знаю. Но все эти системы в нас двигаются, балансируя наше тело. И если бы не первый грех, то Адам жил бы вечно. Мы читаем про это в Писании. И даже согрешив, все равно прожил 930 лет. То есть Бог устроил тело человека таким невероятным образом, что даже мы, люди, которые живут в полуразрушенном, нами, людьми в мире, все равно восстанавливаемся. Ты там поранился, где-то заболел. Прошло какое-то время, может, пилюльку какую-то съел. И тебя попустило, ты укрепился. Подобным образом Господь сотворил весь мир. И я как-то учил о таком выражении, как синонимы. Кто помнит из русской... Что-то Аллы нету сегодня, не вижу Аллы. Синонимы. Все сразу смотрят в ту сторону Аллы. Синонимы. Это разные по звучанию слова, выражающие одно и то же. И я вам сейчас прочитаю два не чистых синонима, а выражения, которые говорят примерно об одном и том же. Первое это Ешуа сказал в Матфея в пятой главе об устройстве мира. И он говорит, ни одна йота или ни один ют, правильно прочитать, не придет из Торы, иначе весь мир разрушится. То есть это вот основная идея его выражения, что Тора удерживает весь этот мир в балансе. Когда часто мы люди, которые читают только на языке, на котором мы читаем, или даже не важно, на каком языке мы читаем, мы воспринимаем слово Тора как список учений, которые мы как люди понимаем. Это правильно. Но это только та часть Торы, которую мы можем воспринять нашим человеческим умом. Тора Господня намного шире. Она включает в себя, вот как раз эту идею, даже ют имеет в себе такую силу, что содержит этот весь мир в равновесии. Я сейчас дам вам синоним, чтобы вы поняли. Слово Тора есть много синонимов в Писании. И допустим слово премудрость. Слышали такое слово премудрость? Бина. Я прочитаю из притчи. Это притча, 8 глава, 22 стиха я читаю. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих исконий. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда он еще не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны. Когда утверждал верху облака. Когда укреплял источники бездны. Когда давал море устав, чтобы воды его не переступали пределов его. Когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей. И была радостью всякий день. Веселясь пред лицом его во все времена. Веселясь на земном кругу его. И радость моя была сынами человеческими. То есть здесь описывается то, что в притче Соломон называет бина, премудрость. Но по сути это то же, что и Тора. То есть она была составной частью, пронизывала все божественное творение. И когда Господь совершил это творение, подобно телу человека, она удерживает все в балансе. И когда кто-то грешит, то эта система, основанная на Торе, воздает ему. Когда кто-то ищет добра, она воздает ему. Потом случились какие-то катаклизмы, мы все до конца не знаем. И случились какие-то проблемы, когда человек грешил. И многие вещи стали происходить с оттяжкой, с замедлением. И когда сейчас кто-то сделал добро, добро не сразу возвращается ему. И наоборот, кто сделал зло. Поэтому царь Давид однажды говорит, я посмотрел, как благоденствуют бесчинные, и позавидовал им. Но потом, там написано в Псалме, зашел я в храм Господень. То есть тогда еще храма не было. Но он зашел куда-то, где почувствовал близость Господа и просветился. Он понял, окей, придет время и тому, и другому. И важно искать добро. Мы должны понимать, Бог Господин над всем. Система, в которой мы живем, им устроена крайне гармонично. Периодически, по Его милости, Он вторгается в эту систему, чтобы благословить тех, которые ищут Его, как написано в Писании. Отчи Господа обозревают всю землю, чтобы постоянно поддерживать тех, кто уповает на Него. Кто помнит такой стих? Это идея. То есть ты ходишь в этой системе и где-то споткнулся. Но ты просишь во имя Иешуа, ты приходишь к Нему, и Он вторгается в ту гармоничную систему и производит то, что называется малое, или большое, или среднее, или очень большое чудо. Многие из нас были свидетелями таких чудес. Некоторые были свидетелями более мелких чудес, а некоторые более крупных чудес. До этого момента все понятно? Мы должны так воспринимать мир. И когда мы так воспринимаем мир, когда мы читаем Священное Писание, то тогда они выстраивают в нас правильные мотивы и правильные ожидания. Я продолжаю дальше. Итак, мы в Захарии в 9 главе. Только напомнить, что некоторые вещи, которые были сказаны Захарией, они как по спирали случались, потом опять, потом опять, потом опять. И мы не знаем, сколько раз такие спирали будут повторяться. Но и все вещи не должны быть бидьюк от то давар. Точно, точно, как были там. Но мы можем чувствовать какие-то образы. Такая вещь случалась неоднократно. И мы в Новом Завете учим, допустим, Ешуа говорит про Илью пророка. Помните? А потом он говорит, Иоанн, подобно Илье, пришел. То есть это не был бидьюк тот же самый Илья, но что-то напоминающее в его служении. Такие вещи. И нам важно понять, что пророчество, оно говорит к нам, к сердцу больше. То есть мозгом, как там говорилось, умом Россию не понять. Так вот, Писание умом тяжело понимается. То есть мы воспринимаем, мы пытаемся делать интерпретацию в шате и понять это. Но когда мы читаем, особенно пророчество, это больше к нашему сердцу. Ученики идут с Ешуа, не узнавая его по дороге в Ямаус. Говорят, что за дела? У нас сердце горит, но мы не можем сложить вещи. А потом в какой-то момент, бум, и вещи складываются вместе. Так примерно мы должны смотреть на пророчество. Я читаю девятую главу и последовательно даю толкование. «Пророческое слово Господу на землю Хадрах и на Дамаске оно остановится. Ибо око Господа на всех людей, как и на все колена Израилевы». Здесь говорится о каких-то непонятных царствах, Хадрах. В истории про это царство сказано, что оно было недалеко от Дамаска. И что там происходило до конца непонятно, но по всей видимости, в те времена, когда восстанавливали второй храм, оно было очень активно. И на Дамаске оно остановится. То есть это там, на территории современной Сирии. Но здесь очень интересная фраза звучит. «Ибо око Господа на всех людях, как и на всех коленах Израилевых». Это должно немножко умерять нашу израильскую самовлюбленную, самоориентацию, да, правильное слово, самоориентацию. Господь смотрит на всех. Он как на колены Израилева смотрит, так смотрит на все народы земли, потому что все являются его детьми. Израиль в данном случае инструмент для воздействия этих народов, но он любит каждого. «И наимав смежи с ним на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился». Когда мы читаем слово «умудрился», «укрепился, стал гордым, наглым, надменным». История города Тир. Это там, где сейчас Ливан. Сейчас там, где Тир. Рядом находится маленькая какая-то деревушка, полугородок. Но в те времена Тир был огромным городом, крайне укрепленным. Его никто толком не мог взять. Если я не ошибаюсь, вавилоняне потратили лет 15 или 13, чтобы сломать осаду Тира. То есть вы можете представить, какие запасы они могли там сделать, чтобы 13 лет мощнейшая армия того времени, вавилонская, не могла его сломать. И они стали очень гордыми и очень богатыми. Поэтому люди, которые богатеют, должны понимать, что вот есть такие опасности. Нужно всегда немножко смотреть на других людей, потому что богатство или мудрость большая дает гордость. Я не раз встречал, как люди, которые были очень хорошими верующими, как, сделав свой какой-то очередной докторский диссертацию, вдруг начинали каким-то образом, у них носы выше становились. То есть нужно держаться, будьте проще всегда. Всегда быть скромнее, да, потому что никто никогда не знает, откуда придет это. И как ты возбираешься на лестницу, чем выше ты стоишь, тем у тебя должны ноги трястись сильнее. На лестницу забирались, да? Когда ты на две ступеньки залез, там гвоздь закрутить ерунда. Я вчера у нас дерево подрезал. Так я залез на самый верх, у меня реально тряслись ноги. И это нормально. Когда мы по жизни выше поднимаемся, это нормально, что ноги трясутся. Потому что ты знаешь, что все стоит на божественной милости. И устроил себе тир крепость, накопил серебра, как пыль, и золото, как уличной грязи. Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем. Зайдите сегодня, когда вернетесь домой в Гугль, и прочитайте о сегодняшнем состоянии тира. И вы удивитесь, увидев, что они там воду теплую получают раз в неделю и живут в крайней бедности. И вот слово, которое исполняется, и, честно говоря, это навевает страх. Мы думаем, что, а, ерунда, вещи там случились. Господь, что обещает, то делает. Я читаю дальше, с пятого стиха. Здесь уже про наши пенаты. И все знают города. На русском они здесь по-другому написаны. И увидит это Ашкелон, и ужаснется и Газа, и вострепещет сильно, и Крон, ибо посрамится надежда его, не станет царя в Газе, и Ашкелон будет истреблен, необитаем. Чужое племя будет жить в Ашдоде, и я уничтожу высокомерие филистимлян. Ну, во-первых, эти места, которые Библия называет Газа, Ашкелон, Ашдод, Герар, Икрон, это еще с древних времен были времена, там, где много наши патриархи проводили время. Это место было очень развито, очень богато, и там оно управлялось, в каждом городе был свой царь, но когда нужно было вести войны со внешними, они объединялись, воевали, потом расходились. И что интересно, эти земли прошли целый ряд изменений. Я вам дам маленькую, такую исторический экскурс, очень короткий, чтобы вы понимали, где мы живем. В свое время, и об этом Дима учил, если не ошибаюсь, или прошлый, или позапрошлый раз, когда он говорил, что дети, Ханаан, Ханаан, помните такой Ханаан? Ханаан, он был внуком Ноя, и в Писании он был проклят. Не хам был проклят, а Ханаан, и проклят Ханаан, раб рабов будет он, там так написано. И книга юбилеев, и книга Еноха показывают, приоткрывают картину, почему это случилось. Земля, в которой мы живем, всегда была по жребию, обетована сыном Шема. Ханаан, он сын Хама, он захватил эту землю, потому что он впечатлился ее величием и пророческой принадлежностью. И племена, которые населяли эту землю, были от начала прокляты. Что там с ними случилось, это не тема сегодняшнего урока, но они внутри прошли такие изменения, что это было проблематично все это исправить. И, к сожалению, даже когда сыны Израилевы вошли в обетованную землю с Иисусом Навиным, они их всех не истребили, хоть было четкое повеление. И написано в книге судей, что стали жениться на их дочерях и отдавать своих дочерей за их мужей. То есть было какое-то смешение, которое до сегодняшнего дня, по всей видимости, аукивается израильскому народу. Я на эту тему не хочу вникать глубже, но хананеи жили там, на территории сегодняшнего сектора Газа. Но потом пришли другие люди и их называют плещтим или филистимляне. Кто помнит такое название? Филистимлянин или плещти. Плеща, от слова плеща. Это оккупанты. То есть и по истории это были выходцы из Крита. Это земли Греции или наследников Яфета. Смотрите. Хамиты забрали у Семита в эту землю, но потом пришли дети Яфета, кретяне, и польшу оккупировали, плещтим, забрали эту землю себе. И они были сильным царством. Они не были, не принадлежали Хамитам. И они не были из этих семи проклятых нохом колен Ханаана. Они постоянно устраивали проблемы сынам Израилевым. У них была технология обработки железа. И они были достаточно сильными народом. И Господь периодически помогал Израилю. А периодически, когда Израиль начинал гордиться и впадать в идолопоклонство, Господь позволял им серьезно наказывать Израиль. И если вы почитаете историю, то увидите, что филистимское или плещтим царства то поднималось, то опускалось. Но здесь сказано, чужое племя будет жить в аждоте. И я уничтожу высокомерие филистимлян. Этого народа больше не существует. Теперь, кто там живет, это живут дети Ишмаэля, которые вообще лег к Шурим. Они вообще не связаны с этим. И они, к сожалению, устраивают опять нам проблемы. Но их высокомерие или высокомерие тех плещтим реально унижено. Я читаю дальше. И седьмой стих очень интересный. И он говорит, «И сторну кровь из уст его, и мерзости его из зубов его, и он достанется Богу нашему, и будет, как тысяченачальник в Иудее, и крон будет, как и в усей». Очень странное слово. Здесь говорится, что каким-то образом, и я понимаю, что здесь говорится конкретно о вмешательстве самого Творца, он каким-то образом исторник злобу от этих людей. Сегодня эти люди полностью, вот от слова «совсем» отравлены ненавистью к Израилю. Большинство из них ненавидят Израиль, ненавидят Слово Божье в том формате, которое имеет Израиль, ненавидят Новый Завет и ненавидят Иешуа. Но каким-то образом Господь исторнит из них зло. Мы не понимаем, когда это случится. Но подобное обетование существует на все народы Земли. Помните вот эту идею, когда ягненок будет играться со львом, и ребенок будет наступать на аспида, и ничего не будет, ищелетнее царство, когда зло будет лишено силы. И это невозможно никакими лекарствами, никаким риталином и никакими другими зомбовещами. Это может только один Господь, когда Он исцелит. И есть такое обетование. Как оно исполнится, очень тяжело понять. Я продолжаю читать. «И я расположу стан у дома моего против войска, против проходящих вперед и назад, и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне моими очами я буду взирать на это. Ликуй от радости дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий и сидящий на ослице, и на молодом осле, сыне под Яремной. Тогда истреблю колесницу Ефрема, и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук, и возвестит он мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли. А что до тебя ради крови завета твоего я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды? Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся, что теперь возвещаю, воздам вам вдвойне. Ибо как лук я натяну себе Иуду, и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих, на русском написано Иония, на иврите Яван, Греция, и сделаю тебя мечом ротоборца. Сейчас я попробую объяснить эти слова, о чем здесь говорится. Во-первых, здесь пророчески говорится, что все вот эти города или царства Хадрах, Дамас, Тирсидон, Ашкелон, Газа, Аждот будут посрамлены. И мы знаем, что как раз примерно в то время пришел Александр Македонский. Кто помнит это? И он сделал то, что по-человечески сделать было невозможно. Я повторяюсь, по-человечески это сделать было невозможно. Если кто-то читал историю Александра Македонского, то вы, наверное, помните, что он был совсем пацаном, когда он смог это сделать. Ему было примерно 25 лет. Теперь просто давайте подумаем на минуточку, кем чем этот Александр Македонский был, если в 25 лет он смог завоевать половину мира. Сегодня дети в 25 лет быкоши, быкоши, с большим трудом, их можно вытащить с кровати до 8 часов утра и затолкать их в какой-нибудь колледж или университет или на работу. А о том, что они произведут какой-то фурор, ну мы по миру можем знать несколько человек, типа Цукерберга и еще нескольких Сахаровых, которые это сделали в возрасте до 30 лет. Но до 25 лет это вообще абсурд. Я вам сейчас скажу немножко странную вещь и возможно многие усмехнутся, но в этом Александре было что-то странное. На греческих, древних и современных монетах, когда его рисуют, его рисуют с рогами. И обычно обозначают это не такие рога, как у Моисея, из которых ор, свет исходил, а с рогами, бараньими рогами. И обычно объясняют это, что это шлем в виде рогов барана, типа он как баран из Бадай. Вполне возможно, что это и так. Но если мне помнится правильно, сколько-то месяцев назад мы мужским коллективом. Женщины, не завидуйте. Мы ходили в Баниас. Кто был в Баниасе? Помните, мы ходили этот тур в Баниас? И Баниас это от слова Паниас или Пан. И они там поклонялись божеству Пан. Это было что-то, если вы смотрели фильм про Нарнию. Кто смотрел фильм про Нарнию? Или читали. Помните, там был такой получеловек, полу... Как его зовут? Сатир. Да, сатир. Фавн. Фавн. Но звучит тоже как фавн или павн. На арабском нету одной буквы, но или павн, или фавн. То есть Пан. И это какое-то существо. Вполне возможно, что-то из тех древних нефилимов. Бытие 6 глава. Если вы просто читаете историю или родословие Александра Македонского, то и по маме, и по папе он восходил к так называемым греческим божествам, что вполне могли быть какие-то нефилимы. И это, по всей видимости, я так скромно думаю, объясняет то, что он в 25 лет вдруг имел такую премудрость, власть, стратегию и все, что он захватил мир, но и он был посрамлен потом. Но о чем все это говорит в формате пророчества Захарии? Это говорит о том, что Господь Бог, Он может использовать вещи нам понятные и нам непонятные. То, что нам видится как проявление добра или как видится нам проявление зла. И он направляет всю историю в том направлении, чтобы свой результат явить. И те стихи, которые я только что прочитал, показывают про этот результат. Я читаю девятый стих. Ликуй от радости дочь Сиона, торжествуй дочь Иерусалима, все царь твой грядет тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на осле и на молодом осле сыне под Яремной. И все верующие в Ешуа сразу узнают картину. Триумфальный въезд нашего спасителя в Иерусалим. Он сидел на ослице, и рядом с ними шел осленок. И это как раз по этому пророчеству. И вы знаете, в еврейском подходе к священным писаниям всегда существовал вот этот концепт мащиях рухев аля хамор. Мащиях духовность, а хамор от слова хомер. Что значит хомер? Материальность. Подчиненная материальность духовности. И это дает нам целый ряд важных образов, касающихся каждого из нас. Мы все имеем различные дары, но наши дары могут пойти во зло, если не будут подчинены духовности. Мы можем понять эту ситуацию несколько иначе. Когда мы подчиняем наш коллективный талант великой идее избавления, и тогда нету войн или революции, мы не раним никого, но благословение особенным образом начинает проникать и проистекать и благословлять разных людей. То, что было сказано про наших детей, которые в Норвегии, они обычные дети, они шавованим, они и там прыгают, скачут и делают все. И можно было сказать, что есть более идеальный образ ребенка, но из-за того, что у них на лбу написано Мэдин и Израил, я повторяюсь, и они находятся там. Каким-то особенным образом Господь касается норвежцев, и они переживают благословение. Я опять дам пример нашего тела, человеческого тела. Ты вроде подустал, то-се, ты взял какой-то витамин, и ты чувствуешь, как тебя просто прет. Вдруг чего-то не хватало, и какая-то безобидная капсула, ты выпил стакан воды с ней, и тебя стало лучше, ты стал себя по-другому чувствовать. Таким образом Господь хочет и использовать каждого из нас. Неважно, там в Норвегии или здесь Баэрэц Исраэль. Мы можем наша рожденная хомрани, талант, подчинив его воле всемогущего Творца созидать паим на твою голову, сатан, мы тебя покорим. Я думаю, некоторые с улыбкой вспоминают эти времена. Но Писание учит нас другому. Писание учит нам, чтобы мы могли покоряться под руку Бога. И тогда тихо, без каких-то казусов и внешних эффектов будет происходить то, что будет исцелять мир вокруг нас или по крайней мере будет закладывать основания, на которых возвращающийся Машиах утвердит и укрепит свое царство. А что до тебя, то ради крови завета твоего, 11 стих, я освобожу узников твоих и зарвав которым нет воды. Я думаю, здесь напрямую говорится о пророчестве восстановления и исцеления, потому что здесь не говорится конкретно о тюрьмах или лагерях, где содержатся пленные люди. Вот это вот выражение узники твои во рве, в котором нет воды, это чаще всего состояние как результат греха или как результат депрессии или как результат еще чего, когда человек просто обескровлен, но святой Бог говорит, я пошлю тебе воды и они восстановят тебя. Пример тот же Ишуа и та же женщина Шамрунит. У нее уже было пять любовников и тот, которого она имела в тот момент, это было еще одно разочарование и она там стояла просто высохший человек внутри, то есть она могла себе возможно позволить кока-колу, но не исцелить свою внутренность. Ишуа говорит, если ты попросишь, то я дам тебе воды и эта вода будет тебя напаять всегда. Это здесь говорится об этом. И вот интересный стих. Тринадцатый. Ибо как лук я натяну себе Иуду и наполню лук Ефремом и воздвигну сынов твоих Цион против сынов твоих Яван Греция и сделаю тебя мечом ротоборца. Вы знаете, если мы говорим о пшате, о контекстном толковании, то здесь наверняка идет противостояние Иуды Греции. Когда это случилось, все помнят, была Ханука. Вы помните, был Антиох Епифан, это был грек, который пытался насадить в Эрот Исраэль свое господство. Он осквернил храм, они закололи свинью на святом месте и сделали много-много всяких вещей, запретили обрезание, изучение Торы и прочие вещи, которые определяют Израиль как Израиль. Но Захария говорит, я натяну тебя в Тион против Явана. Это вообще была немыслимая вещь по соотношению сил и по всему, но, как говорят некоторые учителя-историки, это крайне наивно воспринимать Ам Исраэль как народ, который никогда не воевал. На самом деле, Ам Исраэль воевал всегда и даже меньшим количеством, когда Господь помогал, делали то, что надо было делать. Об этом здесь говорится. Но, как я уже сказал, пророчества они имеют спиральную повторение, движение, они повторяются периодически. И вы знаете, если мы сейчас говорим не о Пшате, а говорим об образе мыслей, то у греков был очень серьезный Ницахон, победа, и мы понимаем, что греческий или западный образ мысли, он сейчас пронизывает весь мир. И даже когда читают священные еврейские писания, пытаются толковать и понимать их с греческого ума, то есть, как мы научились в нашем подходе. Но еврейский подход, он не всегда логичен, как и вера не всегда логична. Именно поэтому у Израиля часто бывают очень неординарные решения в разных вещах. И здесь говорится о том, чтобы мы научились смотреть на Слово Божье так, как смотрят, как должны смотреть настоящие евреи. Настоящие евреи. Что такое настоящие евреи? Иезекииль 36 глава. Там говорится, и я верну вас в землю вашу, и я очищу вас от идолов ваших и от нечистот ваших. Дух новый вложу в ваше сердце, удалю от вас сердце каменное. Первое это процесс, начинающийся с Алии, но это процесс, который затрагивает нашу внутренность. И ты можешь и по паспорту, и по трем паспортам, и по папе, маме, бабушке, дедушке, и пра-пра-пра-пра возводить себя даже к Аарону. Но это не значит, что ты несешь в себе и в своей голове то, что называется тот же дух, как и у Авраама, Ицхака и Якова. И это процесс, который возвращает нас, постепенный процесс. И если ты одел большую кипу, или у тебя очень длинная пейс, это не делает тебя большим евреем, не делает тебя большим евреем, потому что мы забыли, что это такое. 2000 лет Галута мы забыли, что такое относиться к нашему Богу, так как относился Авраам, Ицхак и Яков. И мы находимся в процессе, когда кирпич по кирпичику, камень к камешку Господь вкладывает нас, и принадлежность к мессианской общине не делает нас более крутыми евреями, так как и принадлежность к любой другой группе и идее, или не знаю к чему, в Израиле ли вне его. Мы должны просто опускать свой нос и говорить Господи открой мне и веди меня и показывай мне я хочу подходить тебе с той же верой, с той же надеждой, с тем же Ирата Дунай страхом Господнем, как те подходили Авраам и Ицхак и Яков. И тогда вот этот меч Ионии Иована будет сломлен. И тогда мы сможем быть тем Израилем, в котором Господь имеет нужду и которую хочет использовать. 14 стих. И явится над ним Господь и как молния вылетит стрела его и возгромит Господь Бог шофаром и шествовать будет в бурях полуденных. Господь Цаваот будет защищать их и они будут истреблять и попирать прачные камни и будут пить и шуметь как бы от вина и наполнятся как жертвенные чаши как углы жертвенника и спасет их Господь Бог их в тот день как овец народ свой ибо подобно камню венце они воссияют на земле его. О, как велика благость его и красота его. Хлеб одушевит язык у юношей и вино у отроковиц. Это слова аллегоричные говорящие о славе Господней. Когда Господь ведет войны и разлучаются такие вещи которые непонятны человеку. Мы знаем из истории с Иисусом Навином что когда они сражались с противником и написано когда бежали враги от израильтян по скату горы Господь бросал на них с небес большие камни и они умирали больше было тех которые умерли от камней града нежели тех которые умертвили сыны израилевы мечом. То есть очень часто во время войн Господних и физически и духовно происходят вещи которые несоизмеримы в том что мы называем о мы победили в кавычках и то что он победил я думаю такие вещи учат нас скромности и учат тому чтобы мы могли доверять Господу Богу я наверное буду заканчивать и кто должен был что услышать услышал страх Господень начало мудрости милость от Бога она важна для нас я хотел бы закончить молитвой давайте мы все встанем я провозглашу еще раз 17 стих о как велика благость его и красота его хлеб одушевит язык у юношей и вино у отроковиц хлеб это символизм слова Божьего вино это искупление крови Ешуа прошу тебя небесный отец прошу тебя небесный отец чтобы каждый из нас мог испытывать голод по тебе и я прошу тебя Господь чтобы кровь завета могла восстанавливать освежать и направлять нас прошу тебя отец благослови каждого Башем Ешуа Амэшиах Амэн Субтитры Бак